Мы в буквальном смысле можем попробовать на вкус, на запах несколько известных банков мировых и разберемся в природе лояльности, что такое лояльность. Да, и вот пока на самом деле там открывают презентацию, хочу сказать, что зрительная информация на сегодняшний день находится на последнем месте по восприятию звука. Воспринимается в два с половиной раза меньше, чем визуальная информация, а ароматы и запахи, по-моему, там, в три с половиной раза. На самом деле именно поэтому сейчас сенсорная матрица набирает свои обороты, потому что это делается действительно уникально и работает. Спасибо. Из этого тезиса понятно, что бандяни очень тесно связано с нашими эмоциями, инстинктами и поведением. И что это означает? Это означает, что, вот такой пример приведу, мы с моей коллегой Кариной, которая будет помогать раздавать ароматы, когда я буду о соответствующих кейсах рассказывать, очень часто ходим на встречи к разным известным банкам. И эти разные известные банки не просят нас помочь им увеличить продажи, а как раз подтверждают ответственность, который Наталья затронула. А российские банки сталкиваются с тем, что население наше привыкло воспринимать банки как что-то очень страшное. Визит куда похож на визит чуть ли не в следственный изолятор, они очень его боятся. И поэтому главный мотив обращения к нам, это как сделать так, чтобы визит в банк был сродни визиту в кафе и не вызывал такой стресс, не вызывал столько тревожности. И чтобы проиллюстрировать, как работает обоняние, как работают ароматы, я расскажу про такой эксперимент сначала, который мы вместе с Телеканалом Россия вместе осуществили. И вот эти три девушки нам помогали, они, каждую из них мы намазали разными ароматами. Одну, вот эту вот, мы ей позволили купить любимые французские духи в магазине. Вот этой девушке мы сказали сходить в спортзал и запретили потом принимать душ. А вот эту девушку, она работает поваром, мы отправили на кухню и одежду ее пропахло жареной курицей. После этого мы мужчину, который участвовал в этом эксперименте, попросили выбрать по запаху, с кем из них он пойдет на свидание. И по очереди каждый из них выбывал. Как вы думаете, кто первый выбыл? Курица? Абсолютно правильно. Первый выбыл от курица. И, к слову, мне кажется, самое симпатичное выбыло второе, потому что запах девушки после спортзала не вызывал в нем никаких романтических настроений. И абсолютно ожидаемо, для меня в таком случае, и даже за этим и нужны французские духи приятные, абсолютно ожидаемо, мужчина выбрал девушку, от которой пахло французскими духами. Этот эксперимент иллюстрирует, как аромат участвует в том, как мы выбираем, как он формирует наш выбор. Может, его просто дома хорошо кормят, и он циклый был. Ну, можно долго сейчас говорить о том, почему. Второй эксперимент, который мы проводили в рамках этого же сюжета, в рамках этого же фильма, заключался в том, что детям, разным детям, маленьким, завязали глаза и увели их в отдельную комнату от мам. И потом по очереди к разным мамам заводили в эту комнату и просили по запаху выбрать свою. Нетрудно догадаться, что каждый ребенок безошибочно нашел свою маму по запаху. Этот эксперимент иллюстрирует то, что аромат является инструментом идентификации в окружающем мире того, что нам близко, и то, что имеет для назначения весомое. Но какое отношение это имеет к банкам? И вот на одной из встреч, куда мы ходили с Кариной, в один очень известный московский банк красного цвета, где в кабинете вице-президента я услышал, что банки бывают двух типов. Одни банки с нехорошей приставкой банки, а вторые банки хорошие банки. И вот отвечая на вопрос, чем же пахнет хороший банк, мы можем посмотреть на... Я не про все имею право в России говорить, но вот есть очень известный и крупнейший в России банк зеленого цвета. Каждый из вас, я думаю, может догадаться, что это за банк. И сейчас Леонора, моя помощница, раздаст вам специальные бумажки, они называются блокеры, на которых нанесен аромат, который сейчас вошел в грунтбук этого банка. И пока она... пока мои коллеги раздают этот аромат, немножко расскажу, как он создавался. И этот банк даже провел специальное исследование, которое изучило, каким образом этот аромат транслирует ключевые ценности, идеологию банка и решает те задачи, которые перед банком стоят. Основная задача любого банка, как я уже сказал, российского, это все-таки снять ту напряженность, очень сильно, снять ту напряженность, которая неизбежно возникает у наших людей при мысли о том, что нужно иметь какое-то общение, какой-то контакт с банком, кредит там взять, платить за что-то. Вторая очень важная задача, которую этот аромат решает, он по одному из каналов сенсорного восприятия, по одному из репрезентативных каналов через обоняние транслирует саму суть бренда. Суть бренда этого банка – это весеннее настроение, весна. Если кто-то имел к нему отношение, наверняка знаете. И поэтому, когда этот аромат создавался, ключевая нота, которая в нем присутствует, это ноты как раз весны, цветов, весенних соцветий. И ключевой месседж, как сейчас модно говорить, это дружелюбие всегда находится рядом, дружелюбный, гостеприимный и никакого отношения к тревожности не имеющий. И опять же, продолжая тему, визит в банк всегда фактор повышенного стресса. Немножко расскажу про тот опыт ОТП банка в Венгрии, где основная задача была, как снизить клиентский негатив от длительного ожидания. Люди очень много времени проводили в очередях, особенно в перерыв, как это называется, когда обеденный перерыв, очень много людей скапливалось в отделениях банка, и от этого по результатам опросов стало понятно, очень много негатива возникает. И ОТП банк обратилась к нам с этим запросом, и мы использовали следующий аромат. Он очень сильно отличается от того, который бы использовали мы в России, потому что очень сильно меняется предпочтение в зависимости от ментальности, в зависимости от территории, от ассоциаций. И это аромат свежей чистоты, который неоднократно был доказан в различных исследованиях. Я вас с исследованием сейчас грузить не буду, если интересно будет, потом можете ко мне подойти, я ссылки пришлю. Так вот, присутствие в отделениях специальных ароматов, в частности вот этого аромата свежей чистоты, снимает напряженность, и субъективно время, проведенное фактически, оценивается людьми, которые там находятся, как менее продолжительное. Поэтому стоим очень редко 20 минут, им кажется, что это 15. Это один из эффектов, которые мы можем добиться с помощью аромата. И, говоря о ментальности, я не могу не сказать о том, что то же самое дружелюбие, то же самое радушие в разных странах выглядит совершенно по-разному. Вот, например, следующий известный банк HSBC, в Саудовской Аравии, правда. Также разработал свой фирменный аромат бренда, как и Бербанк у нас. Ой. Зеленый банк у нас. Мы уже поняли. Как как зеленый банк у нас. И этот аромат, сейчас Леонор вам раздаст, он для нас с вами вряд ли будет ароматом радушия или ароматом гостеприимства, но в Саудовской Аравии этот достаточно сильный и крепкий, и терпкий запах является синонимом гостеприимства, дружелюбия и радушия. И поэтому он стал сигнейший сент с фирменным ароматом HCBC банка. Это аромат Жасмина, как вы можете понять. Исходя из самого поделения, что такое боняние, что оно очень тесно связано с эмоциями, с инстинктами, с поведениями, понятно, что аромат это очень сильный эмоциональный якорь, один из самых сильных эмоциональных якорей из всех, которые существуют. Если использовать этот эмоциональный якорь в разных точках контакта, то можно добиться выдающихся результатов. И я могу рассказать огромное количество рекламы кампаний, которые мы провели, но расскажу всего про несколько. Сейчас технологии развиваются так быстро, что аромат можно добавить, ну, во-первых, разработать абсолютно любое, начиная от аромата хлеба, заканчивая от аромат орков для премьеры фильма «Властелин колец». И эти ароматы можно добавить в помещение с помощью специальной технологии ароматизации. Эти ароматы можно добавить, как показано на этой картинке, в остановке, когда они встраиваются, когда специальное оборудование встраивается в лайтбоксы и наполняет пространство вокруг тем же самым ароматом, который аудитория может слышать, находясь в отделении в банках или в банках, или в любых других точках продаж. Аромат можно добавить даже на пластиковые карты, когда этот аромат заключается в специальные гранулы желатиновые. И при любом... Как? Ну, например, да. Абсолютно любой аромат можно заключить в желатиновые гранулы, очень маленькие. Эти гранулы добавляются в лак, лаком покрываются пластиковые карты, и таким образом карта банка становится еще одной точкой контакта. Она и так является точкой контакта. Там появляется эмоция, потому что пластиковая карта несет в себе тот же самый аромат и ту же самую эмоцию, которую человек испытал в отделении банка. Если он проходил мимо остановки, которая рекламирует этот банк, при этом с этой остановкой, он опять испытал эту эмоцию, услышал этот запах, получил карту. Опять тот же самый запах. И на все, что сделано из пластика, также можно добавить... На все, что сделано из пластика, также можно добавить аромат. Поэтому любой подарок, любой сувенир, даже флешка может содержать в себе эту эмоцию, которую банк хочет вызвать, которую банк хочет транслировать у своей аудитории. И, само собой, эти гранулы можно добавить даже на полиграфическую продукцию.